МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Под контролем правоохранители муниципалитета подвели итоги работы за 2023 год. По нагрузочным показателям занимаем второе место по Московской области. Профессор медицинского института имени Пирогова Любовь Харитонова провела прием в Видновском перинатальном центре. Обращаются в основном со сложными случаями. Более сотни спортсменов приняли участие в соревнованиях Рождественская лыжня. Для меня это соревнование на Олимпиаде. В Управлении МВД России по Ленинскому городскому округу прошло ежегодное итоговое оперативное совещание. Стражи порядка собрались, чтобы подвести служебные итоги за 2023 год и отметить особо отличившихся сотрудников. Служим России. Правоохранители муниципалитета собрались на ежегодном итоговом оперативном совещании. Помимо личного состава также присутствовал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард А. Радушкин, в ведении которого находятся вопросы территориальной и общественной безопасности. Обращаясь к полицейским в приветственном слове, он отметил их отличную работу по итогам прошедшего года. За последние 11 месяцев 2023 года правительство Московской области признало Ленинский городской округ самым безопасным муниципалитетом в регионе. Ленинский округ стал лидером по снижению преступности и повышению статистики раскрываемости. Началось совещание с награждения сотрудников ОМВД, достигших высоких результатов в работе, из-за успешного выполнения задач повышенной сложности. Им вручили благодарственные письма и грамоты главы Ленинского городского округа. Также полицейским были вручены ведомственные награды. Далее правоохранители подвели итоги за прошлый год. В целом, по сравнению с 2022 годом, количество преступлений снизилось почти по всем направлениям. Было совершено меньше краж, убийств, разбойных нападений и грабежей. В то же время выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Зарегистрировано 78 435 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Поступило 11 896 обращений граждан. По нагрузочным показателям занимаем второе место по Московской области. Высокому проценту раскрываемости помогает и система «Безопасный регион», благодаря которой уже сейчас на территории муниципалитета более 6,5 тысяч камер. Также в 2023-м было открыто два участковых пункта полиции. На ближайшие 12 месяцев в планах еще как минимум один. В жилом комплексе «Дивное». Среди приоритетных направлений на 2024 год правоохранители выделили борьбу с наркотиками, коррупцией, экстремизмом, мошенничеством, а также профилактическую работу с несовершеннолетними. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное» ТВ. В «Видновском перинатальном центре» прошел прием профессора медицинского института имени Пирогова Любови Харитоновой. Получить консультацию специалиста могли родители малышей с врожденными патологиями. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Кто у нас такой симпатичный? Женя Виктория. На прием к профессору медицинского института имени Пирогова Любови Харитоновой молодая мама Жоржета Еворски пришла с 5-месячной Эмили Виктории. Девочка родилась на 25-й неделе беременности и весила всего 850 граммов. Благодаря наблюдению специалистов перинатального центра малышка растет и развивается в соответствии с возрастом. Все нормально у нас. Нас хорошо, у нас были сразу хорошие врачи. Спасибо всем бизнесским перинатальным врачам. Все хорошо. Получить консультацию специалиста могли родители малышей, пациентов отделения Котамниза. Обращаются в основном со сложными случаями. Это, как правило, дети или маловесные, или недоношенные, или наоборот крупновесные дети, у которых возникают проблемы в первый год жизни. Проблемы в основном возникают с питанием, с набором веса, с дисфункциями кишечника. Врачи отделения наблюдают недоношенных детей и рожденных весом менее 1500 граммов в течение первых трех лет жизни. Особое внимание к здоровью таких малышей необходимо для дальнейшего развития ребенка и профилактики хронических заболеваний. В нашем отделении ведут прием врачи-педиатры, невролог, офтальмолог, врач-реабилитолог, физиотерапевт, кардиолог. Также на базе нашего отделения проводится полный спектр исследований, ультразвуковые исследования. Прием профессора Любови Харитоновой в Видновском перинатальном центре был организован впервые. В медучреждении такие консультации планируется проводить на регулярной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В работе пожарного множество тонкостей. Нужно не только спасти жизнь человека, но и самому выйти нетронутым из огня. Большую роль играет экипировка. В пожарной части развилки школьникам удалось примерить роль спасателя на себя. Слово «Ингенчук». Покажем все помещения, где что хранится, где что. Каждая должностная лица, чем занимается. Покажем машины пожарные и пожарно-техническое вооружение, которое оно вывозит. Верными помощниками огнеборцев служат их рабочие инструменты. Один всегда под рукой на поясе, другие ждут применения в автоцистерне. Багор, лом, ножницы для резки электропроводов. Одна малая часть ручных немеханизированных средств спасения. Если же в беду попал сам пожарный, ему следует активировать датчик неподвижного состояния и дождаться бригады. Если пожарный не имеет возможности двигаться, датчик через какое-то время начинает пищать. Боб или боевая одежда пожарного состоит из каски, куртки, перчаток, брюк и сапог. Ничего лишнего, а главное, не превышает весе 5 килограмм. Школьники примерили на себя униформу спасателей и поделились впечатлениями. Первый раз надел каску? Да. Как ощущения? Крутые ощущения, мне очень нравятся. И одежда не такая тяжелая, как я ожидал. Как будто бы на голове огромный ком. Елисей Попов пришел на экскурсию в пожарную часть впервые. Ему одним из первых посчастливилось побывать в машине спасателей. Там все продумано и там так уютно сидеть просто. Остальные ребята также остались под большим впечатлением от автоцистерны. Как тебе пожарные машины, их внутреннее устройство? Мне очень понравилась вот эта машина, поскольку здесь больше всего деталей, чем в той машине, которая была запасная. Больше всего понравилось это то, что у каждого свое место и внутри есть кислородные баллоны. Там на крыше фонарь стоял, можно было его двигать прямо изнутри. Была как мини-диспетчерская, то есть нажал на кнопку и говоришь. Для пятого В-класса развилковской школы экскурсия в пожарную часть была проведена впервые. Их педагог отметила, что таким способом познавать новые профессии гораздо интереснее. Рассказывать о профессиях важно и нужно, но когда дети видят те профессии, о которых говорят, и могут потрогать и увидеть, и заинтересоваться, это, конечно, замечательно. Такие экскурсии позволяют расширить горизонты знаний детей и открыть для них новые профессии, с которыми, возможно, они захотят связать свою жизнь. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ В историко-культурном центре провели мероприятие для первоклассников, на котором познакомили ребят с книгой «Агнии Барто» переводы с детского подробности нашего корреспондента Юлии Стаферовой. С удивительной страницей творчества поэтессы «Агнии Барто» познакомили воспитанников начальных классов видновской школы номер 7. Мероприятие провела методист историко-культурного центра Наталья Замарина. Ребята узнали стихи из книги под названием «Переводы с детского». Это сборник стихов, которые были написаны детьми из разных стран мира. «Агния Барто» их лично собирала и перевозила на русский язык. Мы сначала вспомним классику, то есть Мишку, Зайку. Дети помнят их и наизусть читают. А потом мы будем страницу за страницей перелистывать вот этот сборник перевода с детского. И ребята могут прямо с экрана самостоятельно читать стихи. Ученики из седьмой школы уже пятый раз приходят для того, чтобы узнать много нового интересного для себя. Такие внеклассные уроки помогают им творчески развиваться. Они учатся читать, они учатся говорить развернуто, они учатся познавать русский язык, сказки русские народные. Ребята с интересом читали стихи не только с экрана, но и наизусть, а также с удовольствием обсуждали прочитанное. Присутствие любимой учительницы изучать литературу просто и легко. Мне все нравится, если Оксана Викторовна рядом. Она всегда помогает, двойки не ставит. Сотрудники историко-культурного центра будут и дальше проводить познавательные занятия для воспитанников общеобразовательных учреждений муниципалитета. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ В парке Опаренке прошли традиционные соревнования «Рождественская лыжня». Гонки проводились в восьми возрастных категориях. В них приняли участие как самые юные лыжники, так и ветераны спорта. С ними пообщался Максим Козлов. Так, ребята, бежите один километр. Я стою там, дядька свистит, побежите. Более 20 лет проводится в Видном «Рождественская лыжня». В этом году из-за заморозков соревнования пришлось перенести на неделю. И хотя и сейчас температура не самая комфортная, более 40 человек решились выйти на старт. Пришли энтузиасты такие, сами пришли. Можно было не приходить. Старших я позвал, старших. Гонки проводились в восьми возрастных категориях. Соответственные дистанции спортсмены проходили разные. Постарше бежали три километра, самые юные – 500 метров. Я очень довольна своим результатом, потому что я думала, что я опять какую-то медаль маленькую получила. Ну, там, третье место. Парк «Опаренки» комфортен не только для участников соревнований, но и зрителей. Есть где погреться и выпить чаю. Многие пришли сюда впервые и, наблюдая за спортсменами, размышляют, не принять ли участие в гонке в следующем году. Первый раз лицезрею эти соревнования, поэтому еще первый раз. Для меня это соревнования, как на Олимпиаде. Только олимпийские игры я видел, лыжные гонки. Все остальное сейчас, может быть, на следующий год, сподоблюсь. «Рождественская лыжня» – тот самый случай, когда важна не победа, а участие. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова